Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Мастодонт, и вашему вниманию хочу предложить замечательное сражение в режиме Каждый Сам За Себя, карта Морталис. Играю я тут за своих космодесантников. Против меня за Эльдар играет Зимбол, за Ворков играет Данол, за Хаос Донт Эск Ми Вай, за Ворков Кинулос, и последний противник за Тау Элис. Ставлю я казарму, генераторы, два капера в виде разведчиков, которые будут захватывать точки. Соседом моим является Эльдар Зимбол и Тау Элис. Тау неприятный сосед, как мы все с вами знаем. Он может стоять и настреливать через эту гору, не подходя ко мне, и с ним очень нелегко бороться. Но я очень много играл за Тау, и в принципе знаю, как бороться против Тау. И он не представляет для меня большой угрозы. Тут внезапная атака от Рапторов на базу Орка. Так никогда не делаете. Рапторы на базе Орка ничего не сделают, кроме как снять точки. Но и то с большими потерями. Вы там 200 с чем-то лишним реквизиции отдали еще и пополняйте, сняли всего лишь одну точку. Такая себе затея. Возвращается Хаос. Не добился он большого успеха. Так, тут Данол. Есть Шуты. Два пака Рубак. Рапторы направляются на другую сторону, но тут тоже Орки. Данол посмотрел, кто у него в соседях. Ильдара посмотрел. Хаоса увидел. И сделал для себя, наверное, какие-то выводы. Есть командор, который защищает базу. Перехожу я в Т2. Тау практически в Т2. Он вообще без войск течется. Если бы напасть на него, что бы он взял? Ничего. Ну или Рапторы, если напали бы сюда. Тогда бы, наверное, укинулось бы. Был бы шанс. А так, два Орка окружили его. И он хочет сыграть агрессивно. Напасть. Уничтожить противника. Он жаждет крови. Но никто ему не дает крови. И пьет он только свою кровь. Тихушку захватываю ключевую точку. Не стесняюсь. Я всегда отправляю после захвата своих разведчиков, своих точек, на захват ключевой точки. Пусть захватят. Если будут мешать, могу убежать. Ничего страшного. ФФА можно понаглеть. Не снимая захват, подвожу сюда Командора. Хотел я прогнать этих сектантов. Но не получилось мне это сделать. Потерял одного разведа. В итоге решил уступить я центральную точку. Т2 находится Элис. Он просто тупо течется. Вообще без войск. Так тоже не стоит делать. Если бы Хаос был бы рядом с ним, он возможно бы развил бы успех на его базе. Можно сказать, Элису очень сильно повезло. Я тоже течусь, но у меня есть хоть какие-то войска. То есть Командор. Который может потянуть время. И в это время выйдут космодесантники. Или я там Т2 серых сделаю. Активная борьба за ключевую точку в центре. Хаос прогнал меня. Хаос Эльдар. Пришел, прогнал своими рейнджерами. И видящий. В последнее время вообще сыграть не получается, ребята. В игру приходишь в одну катку. Сыграешь. Никто в порыжниковое. Либо новичков стало много. Не знаю. Какой-то сумбу. Либо игроков мало. Старых. Что-то не вижу я. Энн залов. Какие-то. Нуб. Велкомы. Одни. Либо я не попадаю в тайминг. Кстати, этот Данол неплохой игрок. Не новичок. Он знает, что делать. Про остальных вообще ничего не знаю. Вот, пожалуйста, перед вами. А, Элиса знаю тоже. Вроде бы неплохой игрок. Так, тут банши. Банши. Ничего себе. Два отряда банши. Чудеса показывает Эльдар. Аргентин на базе. Переход в Т3. Совершается. Засывка храма бога машины. Подготовка к переходу в Т4. Через Кауен играет Элис. Центр Коалиции уже. В Т3, в Т4 переходят. Нет, в Т4 не переходят. Решил он на Т3 остаться. Так, улучшение идет. Улучшенная импульсная винтовка. Импульсная винтовка. Хотел сказать, импульсивная. Так, и заказы эфирила, да? Нет, эфирил. Да, есть эфирил. Отряд следопытов. Фуфа начало всегда такое. Кинулась в Т3. Переходит. Отданол. Задержался почему-то на Т2. Только начал переходить в Т3. И очень поздно переходят. Тут удача. Улучшенная оптика. Эльдар все еще в Т2. И начинает атаку. Элис. Атакует он. XV25. Почти уничтожил мой генератор. Но Псайкер прогнал этих невидимых вредителей. Телехранители эфирила стреливают очень больно. Начинает ломать он мне наблюдательный пост. А я чем занят? Я перехожу в Т4. Центр орбитальной связи застроил. И заказываю себе отряд стрелковых терминаторов. XV25. Атакуют уже через передовую точку. Тут же направляется командор с библиарием. Снова улетает он. Использует тактику труса. Терминаторы есть. Теперь можно отстреливаться. Заряжает эфирил. Орбитальный удар, наверное, моего строителя. Так, это копии следопытов. Потерял я свой наблюдательный пост, к сожалению. Еще, возможно, потеряю. Очень неприятно на меня наседают. Пошел заказ Лэнда. И неприятно начинает настреливать. Копию ТК делает. И командор использует орбитальный удар, чтобы прогнать отсюда. Нет. Так, потерял генератор, к сожалению. Но XV25 тоже начинает погибать. Он слил два пака XV25, да? Почти слил. Орбитальный удар, видите, отогнал телехранителя эфирила. Побомбил немного по ним. Я тяну время, я не спешу, не паникую. Я жду Лэнда. Сейчас доиграется этот ТАУ. Потеря двух постов ничего не значит. И одного генератора. Все нормально. Так, убьет терминатора. Да, модельку я слил. К сожалению. Снова фейковый ТАУ. Сделал он барракуду. Усилил свою армию. Ничего себе сильный парень. Очередной орбитальный удар. Мимо. И пошел я в атаку. Минус барракуда. Что надо сделать? Эфирила надо убить, чтобы... Ослабить армию ТАУ. Потеряли мораль. Потеряли плотность. Точка уничтожена. Штурмовые терминаторы прыгают. Командор на подходе. Продолжают атаку терминаторы. Следует за ним лендрайдер. Надо уничтожить техническую станцию. Телехранители Эфирила убиты. Теперь ему вообще нечем отстреливать пехоту. Вторую главку у нас застроил. Ты атакуешь и ставишь вторую главку. Зачем? Тебе надо было сделать много воинов огня. Чтобы перестрелять этих терминаторов на расстояние. В итоге слился Элис. Очень глупо. Написал я. Сообщение от союзника. Вы думаете, наверное, я сам себе написал. Нет, Элис вышел из игры. Ну как не вышел, он слился. Слил свои постройки и сидит смотрит. Видите, тут нету сообщения, что он вышел. И он может читать. О чем я пишу. Это сообщение адресовано было ему. Напал и слился. Просто ходил, мешал он мне. Мощная заруба. Как пишут некоторые ютюберы, блогеры, да? Мощная заруба. Три на три, два на два. Один на один. Происходит мощная заруба между хаосом и орком. Тут еще и Эльдар сюда приходит, не знаю, защищает хаоса или... Почему он на орке именно прибежал. Напал через две базы. И Данол вступает в битву. Данол вступает в битву. Он идет на пролом на базу Эльдар. У Эльдара войска вообще ватные, как вы видите. Какие-то там банши, дозорные, рейнджеры. И это все, что он мог предложить на 14-й минуте. Предложить своему противнику. Там орликин какой-то бегает один. У меня ничего интересного пока не происходит. Зафлоточек, застроек. Я свое дело сделал. Избавился от противника. От своего соседа. Некачественный Эльдар труп. Тут он больше ничего не предложит. Даже технику не сделает. Потому что бронебойцы есть у орка. Техника заказывается. Лорд призрак. По-моему Эльдару можно не выходить уже из игры. Избиение Эльдар. Нападение хаоса. Накинулся на орка. Тут есть слон у орка. Танки. Спертые лемон русы. Демон принц погибает. Остается высший демон хорна. Вот выходит сообщение, что Зимбал исключен из игры. А я знал, что мой сосед Зимбал. Его кто-то уничтожил. Так, начинает Донол захватывает эту респут. Да, он отвоевал. Все честно. Так, я подсветил черепком. Вижу, что тут толпа орков. И еду своим лендом разбираться. Не хочу отдавать базу Донолу, тем более. Явно, что мы с ним зарубимся. И начинается мощная заруба между космодесантом и орком. Подхожу я своими стрелковыми терминаторами. Врубаю библиария. Воля императора и никто не умрет. Плюс серые заряжают. Так, тут надо срочно сделать. Скрин захватом. О, скрин заставки. Продолжаем просмотр. Такой красивый орбитальный удар. Застреливаю орков. Пусть вихри работают у меня на базе стоит. Сам тоже немного подставляюсь. Бронебойцы стоят. Тредноуты пошли ломать танки Донола. Штурмовые терминаторы высаживаются. Пытается он своими нобами уничтожит мой ленд. И стрелковых терминаторов тоже вяжут. Использую я смайт библиария. И, к сожалению, терминаторов моих повязали. Успели они сез в ленд. Чтоб перефокусить нобов. Угры, ну, вот и неплохо тут справляются потихоньку, потихоньку ломают танки. А терминаторы, серые разобрались пехотой орка. Блин, серые погибли. Командору затупил. Серый, он с серыми ходил. Пытается тут застроиться орк. Уничтожил один танк. Преследует второй танк. Командором потерял контроль. Вообще внимания не обращаюсь. Сейчас он может погибнуть. Надо было его догадать после космодесантика. И забираю эту базу у Данола. Тут продолжают сыпаться дреноуты. Отвлекают на себя. Все, внимание. Данола. Тем временем потихоньку забираю точки. Будут у меня три респа. Бомбовольд есть. Обстреливаю танки моих терминаторов. И тут война орков и хаоса продолжается. Они прям хорошо веселятся. Отличают нас. Всю игру, всю дорогу воюют между собой. Походу равные басковые игроки попались. Подъезжает мой ленд, чтобы разобраться с этим бомбовозом. Достал уже встреливать мою пехоту. Надо наказать его за это. Все, бомбовоз уничтожен. И можно смело отсюда уезжать. Точки захватил. Тут не захватил. Вот теперь его захвачу. Вторая главка строится. Космодесантники потихоньку выходят. Штурмовые терминаторы будут посажены в казармы, чтобы десантироваться уже оттуда. Бесплатные рубаки. Всполняют новые свои войска Данол. Давайте посмотрим, сколько у него ресурсов. Не так уж много. 130 приростов по реквизиции. 75 по энергии. Хаос есть немного по реквизиции. И по энергии тоже. Неплохой прирост. Ууу, укинулся достаточно ресурсов. Еще повоевать сможет. У меня тоже прирост неплохой. Но они все время тратятся. На пополнение войска. На новых космодесантников. На вооружение, на экипировку. Тут гретье и бронебойцы невидимые стояли, настреливали. Чисника я сделал. Легкая передышка. Эта пауза все плюс для меня. Потому что я застраиваю посты новые. Ставлю новые генераторы. Это не на пользу у орка. У орка прирост только будет уменьшаться. В отличие от меня. В отличие от меня. Очень много рубак погибло в этой войне. И начинаю потихоньку провоцировать у орка на атаку. Чтоб он начал атаковать. С помощью вихра. Подсвета. Потихоньку подсвечиваю. Начинаю обстреливать его. Так, начинает разгон своим слоном. Он разогнался на гору. Пошел в атаку, да ну. Используя обилку библиария. Снова у меня космодесантники бессмертные. Он тоже использует. Использую также я орбитальный удар. Чтобы отогнать стрелкового отряда. Гидцы постоянно прыгают под вихрем. Не могут подойти. Неприятно. Нобы остались одни в атаке. И слон тоже отступает. Тут надо отступать уже. Атака орка захлебнулась. Я тоже несу потери. Но не такие большие, как орк. Тут танки настреливают. Танки орка неприятно настреливают. Пост орка был уничтожен. Так, с другой стороны кинулась тоже. Добивается успеха все-таки. Сработала тактика рубак. Спама рубак. Все-таки прорвался. И хаос на грани поражения. Танки расстреливают танки орка. Узкий проход. Очень неприятно. Васька постоянно друг друга тут блочат. Неприятно. Гидцы еще настреливают. Очень неприятно. И тут уже я понес огромные потери. Варбос орка погибает. Но я могу себе позволить пополнение. Ведь ресурсов очень много. Еще раз давайте посмотрим ресурсы противников. Очень мало по реквизиции удануло. Это все будет сказываться на пополнении. У хаоса тоже нет ресурсов. А у кинулся достаточно ресурсов. Еще повоевать сможет. Снова я отступил. И перегруппируюсь. Нападу заново. Ресурсы этого могут позволить. А вот орку. Тяжело будет пополняться. Еще он идет в атаку. Не знаю. Надеялся наверное что мои ряды поредели. Но нет. У меня очень много еще войск. Так. Хищники были уничтожены. Теперь я могу спамить дредноутов. Вот что теперь я себе могу позволить. До этого были хищники. Которым было тяжело проехать. Они застревали тут. А тут дредноуты будут на передовой танковать. Это моя любимая тактика дредноутов. Отправлять вперед. Они впитывают просто огромное количество урона. Еще создают хаос в рядах. Войск противника. И благодаря чему вы можете позволить. Своим войскам безопасно подойти к противнику. И начать его атаковать с фланга, с тыла. В общем с другой стороны. Разбежался тут мастодонт. Ну тут же погибает. Игитцы естественно тоже погибнут. В пару отрядов. Вступили так же в битву штурмовые терминаторы космодесанта. Так, подсветились бронебойцы. Можно их настреливать. Я уже не подбегаю со всеми войсками. На пролом видите по одному их. Ввиду, чтобы они не застряли. Как в прошлый раз. Продолжают сыпаться дредноуты. Бронебойцы погибают. Плэнд все еще жив. Мег должен погибнуть. Да, мег погибает. Гекцы начинают потихоньку погибать. Продолжают идти дредноуты. Ломают казармы. Потихоньку по одному перемещаются сюда космодесантники. Как вы видите, их очень много. Тут уже ракетные турели пошли на этой базе. А тут хаос на последнем издыхании. Демон Хорна, облитераторы. Казармы были уничтожены. Орку теперь уже вообще нигде спамить. Тут сообщение пошло уже от Данола. СМ-3 Респа. СМ-Вин. Воодушевляю командором своих космодесантников. Скидываю орбитальный удар по баннерам Орка. Это полное поражение Данола. Теряет он свои постройки, которые производят пехоту. Производят пехоту, технику, в общем. Все, что угодно. Потеряв две последние главки, он автоматом покидает эту игру. Но все еще остается в игре и наблюдает за битвой. Захватываю снова новую респу. Забираю точки, застраиваю. Тут хаос молодец. До конца держится. Не ливает, как Элис. Если бы Элис, например, не ливнул, так быстро держался бы до конца, делая какие-то войска, тяняя время, тогда бы, возможно, тут Данол успел бы закрепиться. Я болел за тебя, Данол, пишет Элис. Данол тоже читает это. Только я не увидел это, потому что это чат уже проигравших. Чат наблюдателей. Придел для Лэнда. Туще Демон Хорна погибает. Остались последние облитераторы. В очень большом количестве спамят рубак кинулась. Он сделал мало элитных орков. То есть вот гейцы, пару отрядов, и остальные все рубаки. Потом он делает саху на технику. Танки, бомбовозы, мастодонт. Все-таки выходит у меня ленд. Тут точку я захватил. Третья главка. Турелии. Генераторы. Хаос сражался до конца и был уничтожен. Тоже сидит и наблюдает за игрой. Я остался один на один против кинулоса. Толпа рубак против космодесантников. Очень много у меня космодесантов, посмотрите. Пытался я тут захватить ключевую точку. Сгодить, захвачу. Тут разведчики невидимые уже. Орты ждет уже новая война. Новая мощная заруба. Так, вижу я спертый танк Лемон Рус Орка. И тут же направляюсь к нему всеми своими танками. Надо уничтожить эту технику Орка. Но, к сожалению, тут баннеры с крикетными установками. Поэтому не дают сделать это. Все время войска мои отвлекаются на спонтовых рубак. Так, этот хищник на грани уничтожения. Так, куда-то поехал вихрь. Вихрь вообще не должен тут находиться. Он должен находиться в тылу. Наверное, ведь он потерял свой танк. Очень некрасиво. Так, сколько ресурсов у Орка? У Орка достаточно ресурсов. Начинаю ломать баннеры. Которые мешают моей технике прорваться на эту респу. Эту респу тоже хотел забрать. Все, пехота идет в атаку. Тут дредновод заблочил вражеского слона. Кинулся не такой, как хаос. Он быстро сдается и покидает нас. По армии я набрал 3400. Больше всего набрал хаос. Потому что он набил статистику на рубах. На бесплатных рубах. А у меня не рубаки, а элитных орков я убивал. Элитных ксеносов поубивал. 452 на 115 потерянных. Уничтожено построить 29. По ресурсам. Видите, что все хорошо у меня было. И так же я самый технологичный. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Оставлять комментарии. Подписываться на канал. Услышимся. Очень скоро услышимся. Не болейте. Всем пока.